Утрачиваем абсолютно удовлетворение от того, что мы живем. Никакого счастья самонадеянный и самодовольный некогда человек, гордец, не обретет. Наоборот, гордость опустошит человека и обречет его на жалкое существование. Мы сейчас видим, что человеку, страдающему неврозом или неврозами, врачи помочь не в состоянии. Кто бы ни взялся за эту проблему, психиатр ли со своими медикаментозными методами воздействия, психотерапевт ли со своей психотерапией, основанной на светском гуманизме, или невропатологи, в основе названия невроз, значит, расстроена нервная система, со своими препаратами, со своими методами воздействия, физиотерапевтического воздействия. Мы видим, что пользы от этого нет никакой. Невроз не только не уходит, но он углубляется. Так вот, если встать на здоровую позицию, на здоровый взгляд на природу человека и понять, что человек, в первую очередь, существо духовное, и что все остальное в нем расстраивается вторично, то тогда оказывается возможным помочь этому человеку. Мало того, человек может выйти из этого состояния лучше, чем он был до него. Но это, как правило, и происходит. Дело в том, что как только человек припадает к источнику его жизни, к источнику всего, что мы имеем, и всего, что мы из себя представляем, к Богу, и начинает здоровое общение с ним в церкви, то тогда невроз уходит за ненадобностью. Почему за ненадобностью? Да потому, что невроз – это такое обстоятельство, которое ставит человека лицом к лицу перед Богом. Когда человек понимает, что он сам ни на что не способен, что он сам – жалкое существо, не способное обеспечить себе не только счастливое и какое-то беззаботное бытие, а он не может жить, чтобы не думать каждый день о самоубийстве. Ему нужна посторонняя внешняя сила, ему нужен источник жизни, внешний. Так вот, этот совсем невнешний и непосторонний источник жизни – Бог – встречает человека в церкви. И вот тогда происходят самые настоящие чудеса. Чудеса для людей не церковных, потому что на такое светская медицина не способна. Человек вновь обретает самообладание, причем в гораздо более лучшем виде. Потому что он уже имеет опыт его утраты, опыт переживания утраты самообладания, болезненный, горький опыт. И опыт его обретения. Не сразу, а постепенно. Потому что проблема, развивавшаяся годами, а то и десятилетиями, она не имеет одноразовых способов решения с помощью каких-то одноразовых манипуляций. Человек может встать на путь здоровой духовной жизни и сразу убедиться в том, что он стоит на правильном пути, потому что облегчение и улучшение своего самочувствия он переживает сразу же. Но вот этот период восполнения утраченного происходит постепенно и со временем. И человек в течение этого времени понимает, что то, что он утрачивает в жизни, в первую очередь, вот это самообладание. Бог восполняет собой. И это единственный способ избавиться от невроза. Когда Господь своей благодатью восполнит все то, что мы утратили. Потому что мы ведь и утратили то, что он нам дал. Все, что мы утратили и по глупости считали своим, это его. Это его собственность. Данное нам. При рождении. Поэтому мы тратили-то и не свое, а его. И когда мы начинаем это понимать, осознавать, и каяться в этом от всей души, и просить Бога о помиловании, а помилование это значит исцеление по-православному, то тогда все это и происходит. Тогда Господь нас исцеляет, Он нас делает целыми, Он восполняет эти недостатки. И тогда человек обретает радостное, осмысленное бытие. Тогда человек обретает веру. Вот как русская пословица говорит, не было бы счастья, да несчастье помогло. С одной стороны, невроз это, конечно, ужасно. Особенно, когда смотришь на тотальную невротизацию нашего общества. Но с другой стороны, мы видим, что невроз это то, что приводит человека к здоровой духовной жизни. Возвращает его к той духовной традиции, из которой он вышел. И которую он временно по воле судеб утратил. И сейчас воцерковляющаяся наша общественность это в основном невротики. В том или ином виде. Это наша самонадеянная интеллигенция, ученые, преподаватели. Это те же самые врачи. Да люди любой другой профессии, возраста, пола, уровня жизни. Так или иначе утратившие свое самообладание, они приходят в церковь. И радостнее этого события быть ничего не может. Это те самые потерявшиеся овцы, о которых радости в Царстве Небесном больше, чем об одной, чем о 99 не потерявшихся. Это та выздоравливающая часть нашего общества, на которую можно будет нам рассчитывать в будущем. Что они станут той новой популяцией, которая будет возрождать и рождать новое поколение духовно здоровых граждан, которым жить в будущей России. Гордость это основная причина безбожия. То есть разлуки человека с Богом. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так вот, смирение, состояние противоположной гордости, смирение это дар Божий раскаившемуся гордецу. Когда человек разочаровался в себе и возложил все свои надежды, все свои упования, всего себя, доверил Богу. И тогда меняется сама парадигма жизни. Смирение делает человека необычайно устойчивым типом личности. Ведь когда человек смирился и доверил себя Богу, он не стал жалким, ничтожным, забитым. он как раз был таким в результате гордости. Гордость делает человека жалким и ничтожным существом. А вот смирение как раз делает человека сильной личностью, способной твердо стоять на духовной почве. светоотеческой. очень верное выражение наше светоотеческое, которое говорит, что дерево, которое очень сильно и часто раскачивалось ветром, еще сильнее укрепляет свою корневую систему, для того, чтобы тверже стоять и больше питаться из той почвы, из которой оно выросло. Вот точно так же и наша гордость, которая подвергает нашу жизнь вот таким треволнением и опустошает нас, ставит нас, заставляет нас идти против рожна, а значит раскачивает нас, заставляет рано или поздно укреплять нашу корневую систему, утверждаться в Боге, в источнике нашей жизни. Конечно, сейчас это понимает все большее и большее количество людей и очень большое количество врачей. Сама вот эта группа заболеваний очень многочисленная, которая вызывает столько недоумений в медицине, она заставляет очень многих специалистов задумываться, а там ли мы ищем причину этих заболеваний. И очень многие врачи сейчас убеждаются, что да, что человек все-таки не только суповой набор, которому придана жизненная активность, у человека есть не только мозг, у человека есть еще и то, что нематериально, и то, что нематериально в человеке, это гораздо более значимо и более фундаментально, это его основа, это ядро личности человеческой. И если это ядро не получает необходимой пищи для себя, то тогда человек обязательно приходит в расстройство. И здесь никакие поверхностные методы воздействия на тело или на психику с помощью каких-то внешних воздействий никогда в жизни проблему не решат. Выход только один. Для человека одержимого гордостью, какими мы все являемся, это воцерковление. для таких гордых, самонадеянных, самоуверенных, рассчитывающих только на себя, Бог и создал свою церковь. Ради таких Он и пришел на землю, чтобы умереть, а потом воскреснуть, чтобы у нас, у гордых, была возможность раскаяться и от всей души припасть к Богу. Есть такое святотическое выражение «Гордость делает человека дураком». Если мы посмотрим на то, как живет каждый из нас и как живет наше общество, то мы видим, что мы погружаемся в какую-то сплошную череду недоумений и недоразумений. И мы мечемся от одного способа решить общественную, экономическую или политическую проблему к другому и напарываемся на какие-то одни и те же препятствия. И здесь мы видим, что ни политика, ни экономика, ни общественное, ни способы общественного устройства не имеют никакого значения. Имеет значение только одно. что человек о себе думает? Какова его духовная платформа? В следующий раз мы продолжим разговор о страстях. Я вам напоминаю, что видео и аудиоверсию программы Первая Натура вы можете заказать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом! Субтитры создавал DimaTorzok